Здравствуйте! Мое сегодняшнее видео посвящено косметическим продуктам из магазина FixPrice. Летом еще я планировала снять видео на такую тему, но было мало продуктов. Сейчас уже поднакопилось, я посмотрела и мне есть что вам показать и рассказать. К покупкам косметическим FixPrice я отношусь совершенно лояльно и нормально. Ничего в этом зазорного я не вижу, ведь FixPrice это магазин фиксированной цены. Это же не производитель, где собраны совершенно разные косметические средства нашего российского производства, многие даже нашего московского, поэтому почему бы и нет. Итак, давайте же приступим. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот бьюти-лак для волос. Очень сильная фиксация с растительными экстрактами, 200 мл. Так, кому интересно, где тут у нас, вот он состав. Что могу сказать, лак ужасный, отвратительный, он у меня уже стоит больше года. Он просто покрывает волосы коркой, он их утяжеляет. Для меня совершенно бесполезная вещь. Больше я им пользоваться никогда не буду, вот он бьюти. Поэтому ничего в нем хорошего я не нашла. Ну, аромат у него обычный, ничего особенного, ничего плохого, ничего хорошего. Поэтому больше я его брать не буду. Да, и хотела сказать, что за некоторые товары, косметические я вам покажу, я готова заплатить и даже большую сумму, большие деньги, чем 47 рублей. Так, дальше. Показываю вам вот такое вот молочко, лосьон-молочко для рук и тела, soft natural, с огурцом и лаймом, увлажнение. Так, вот опять же состав, кому интересно. Сейчас покажу, как он наносится. Ой, много выдавила. Так, распределяется он, в общем-то, знаете, как полосками. Не знаю, как вам объяснить. В общем, не совсем он равномерно, но, в принципе, нормально. Несколько массажных движений, так сказать, натираний, и он становится уже нормальным. Впитывается он хорошо, он действительно увлажняет кожу. Так, я вам еще не все показала. Фирма Moagraph, 200 мл. Впитывается он хорошо, увлажняет кожу. В общем, нормальное молочко для рук и тела. Вы знаете, он мне чем-то даже напоминает Эйвоновский лосьон Naturals, серия Naturals. Очень даже неплохой аромат у него нормальный. Никакой неприятной отдушины нету. Поэтому я буду покупать его еще. И за него вот я готова отдать больше, чем 47 рублей. Так, дальше. Нашумевший вот такой вот бальзам для рук. Hand kiss. Я просто в него влюбилась. Он у меня на основе йогурта. Фирма Moagraph. 320 мл. Вот также можете увидеть состав. На втором месте идет какое-то масло. Что уже радует. И потом дальше идут масла. Вот оно oil. И дальше. В общем, на первых местах идут хорошие компоненты. Так. Вот у него такая вот помпочка. Поначалу, когда распределяете на руках, то ощущение липкости. Прям вот первый раз мне хотелось его просто сразу же смыть. Но когда он уже начнет впитываться и полностью впитается, вообще ручки себя просто отлично чувствуют. Он действительно, как он заявлен, смягчающий. Он смягчает кожу и делает ее нежной. Сухость убирает просто моментом. Сейчас кожа уже начинает высыхать, сушиться. Поэтому очень классный бальзамчик. И всем рекомендую. Хочу себе еще на основе кокоса купить. И вот за такую вот тубу я бы тоже отдала большую сумму. То есть он своих денег стоит. Дальше. Следующий кремушек. Это вот такой вот детский. Смягчает и увлажняет кожу. С экстрактом календулы и маслом персика. Гипоаллергенно. И дальше вот. Опять же на втором месте в составе у нас идет масло. Так. Вот читайте. Алоэ здесь тоже даже есть. Так. Пантенол, по-моему, здесь тоже в составе есть. Хороший тоже кремушек. Он большой. Довольно-таки. Выдавливается хорошо. 200 мл. Выдавливается он хорошо. Впитывается он тоже прекрасно. Ну, у него более плотная текстура, чем вот в этом хенд-кисе. Я пользуюсь этим кремом сама. И ребенка тоже намазываю этим кремушком. Действительно, никакой аллергии он не вызывает. Кстати, для детей с рождения можно использовать. Абсолютно хороший крем. Он классно действительно увлажняет. В общем, никаких претензий у меня к нему совершенно нет. Так. Фирма Floresan. Поэтому я с удовольствием буду брать еще. Ну, я думаю, мне этого тюбика, в общем-то, надолго хватит. Классный крем. Так. Дальше. Вот такой вот лак. Жан-Мишель. Вы его уже все видели. Так. Цвета красно-коралловый. Ну, лак как лак, в общем-то. Так. Кисточка нормальная. Она, в принципе, не широкая для моих ногтей как раз. Цвет классно передается. Прям вот такой, как он и в тюбике. Но, конечно, единственное, то он совершенно не стойкий. И за один день, если без покрытий, без всяких, без базы, без защиты, он у меня сходит за один день. Если с базой и защитой, то дня два-три он продержится. Ну, в принципе, ничего за такие деньги. В общем-то, я лучшего и не ожидала. Но он не полосит совершенно. Что меня радует, он вообще не полосит. Нормальный лак. Лак как лак. Итак, в июле, я точно помню, это было в июле. Я брала себе вот такую вот жидкость для снятия лака без ацетона. Здесь 175 мл. Я не могу сказать, что я любитель красить ногти. Но я считаю, что я делаю это не редко. Раз в неделю как минимум. А летом я крашу где-то раза три в неделю. Потому что лак быстро сходит. Очень часто в воде ковыряюсь, так сказать. И вот, посмотрите, у меня я использовала где-то только одну треть. То есть, четыре месяца прошло, и вот настолько я его растянула. Классная жидкость. Очень хорошо всегда удаляет лак. У меня к ней, в принципе, претензий никаких нет. Единственное, что здесь написано без ацетона. Но запах ацетона здесь присутствует. Я его чувствую. Поэтому, мне кажется, вот эта надпись просто как бы лишняя. Все-таки ацетон здесь есть. Очень экономно расходуется. И я буду с удовольствием покупать себе еще такую жидкость. Она совершенно окупается, стоит своих денег и долго жительствует, так сказать. Так, два блеска для губ я вам сейчас покажу. Я брала всего там два. Так, первый вот такой лип-глосс. Я повелась на красивый дизайн крышечки. Вот он такой, как стразики. Так, тут даже что-то написано. Состав написан, кому интересно. Производитель Китай. В общем, по консистенции, по ощущению на губах, он мне, знаете, что напомнил? Просто обычное масло. Вот он даже как не блеск, а как маслица. Вот он немножко переливается. На помаду очень даже неплохо, но само ощущение вот этого масла на губах мне вообще не понравилось. Поэтому вот такой блеск я брать больше не буду. Так, сейчас я вам не сказала, сколько здесь миллилитров. Не сказала и не скажу. Не написано. Так, и второй блеск это Жан Мишель. Такая же фирма, как и Лак, который я вам только что показывала. Здесь 9 миллилитров и вот состав, если увидите. Так, производитель у нас кто? Так, ну Китай у нас производитель. Опять, конечно же. В общем, вот этот вот блеск мне... Сейчас я сотру предыдущий. Мне полностью, знаете, что напоминает? Не блеск, а жидкую помаду. Посмотрите, какой у него насыщенный цвет. Он липковатый. Немного я не отрицаю, конечно. Но вы знаете, мне понравилось, как он сидит на губах. И как он передается, вот этот насыщенный цвет губам, просто вообще потрясающий. И вот для меня это больше жидкая помада, конечно же. Но кто-то мне писал, по-моему, по поводу вот этого вот... Господи, как он называется? Забыла. Блеска для губ, что у девушки там кожа слезла с губ. Ну, не знаю, я не исключаю как бы такого. Тем более, все мы разные. Кожа у нас тоже у всех разная. Я им пользуюсь и буду пользоваться пока с удовольствием. Но я уже, конечно, к нему немножко настороженно отношусь. И пользуюсь я им редко, чтобы не спровоцировать, если что, такие вот плохие последствия. А так вот за счет передачи цвета и как он сидит на губах, я думаю, что я себе, скорее всего, еще такой же блеск приобрету. Так, дальше, следующее. Я, конечно, не любитель брать там парфюмерию и все такое, но как-то однажды давно вот взяла мужу, я не знаю, зачем, почему, Мэн Голд. Мне понравился аромат. И что я вам хочу сказать? За тогда еще, по-моему, 40, сколько-то, 43, даже меньше 45 рублей вот эта водичка стоила. Аромат классный. Вот, девочки, мальчики, удивитесь, но это так. Он достаточно такой солидный и пахнет вот какими-то именно пряностями. Пряный аромат. На мужа он держится около 3-4 часов. Я вот была удивлена. Поэтому, знаете, никто бы не сказал, что он стоит такие копейки, что он куплен вот именно в фикс-прайсе. Вообще, классный аромат, но он, конечно, мало им пользуется, потому что что-то у нас пылится. Надо его, так сказать, наружу вытащить, чтобы муж видел. А так классный. Так, вот такой вот мужской диздорант тоже. Мэнфорд. Тоже мужу когда-то давно брала. В общем, совершенно бесполезная вещь. Он никак ничему не помогает. Ой, господи, и у него запах какой-то. Вот, знаете, мне пахнет дихлофосом. Я не знаю, почему. Так что, скорее всего, я буду от него избавляться. Муж таким пользоваться не будет. В общем, тоже стоит. Он практически целый у нас. Последнее мое приобретение в фикс-прайсе. Это вот такой крем для лица, питательный с инжиром. Органе или органе. Видите, сколько я уже выдавила его на себя. 85 мл. Так, фирма, я не знаю, какая-то, Твинстек, Москва, производство наше московское, содержит следующие активы. И вот дальше у нас написан состав. Он вообще идет для лица, но я его не применяю для лица. Я мажу им шею, область декольте и ногти. После того, как я использую жидкость для снятия лака, я обязательно смазываю вот этим вот кремом. Вы знаете, крем обалденный. Аромат у него такой простенький. Ничего особенного. Во-первых, он распределяется классно. Он впитывается очень быстро. Посмотрите, какая консистенция у него такая. Средненькая, нормальная. Но, несмотря на то, что он заявлен как питательный, он увлажняет мне здорово кожу. Вот именно шею, область декольте, он отлично увлажняет. Не знаю, почему он питательный. Для меня это увлажняющий крем. И я вот сколько уже выдавила, и кожа нежная, становится мягкой. И действительно, прям вообще, девочки, мальчики, я в восторге. Поэтому, может быть, если хотите, возьмите, попробуйте. Кому-нибудь, конечно, не всем он подойдет. Все-таки, опять же, повторюсь, кожа у нас у всех разная. Химический состав нашей кожи тоже совершенно индивидуальный. Но вот этот кремушек мне подошел просто прекрасно. Вот, поэтому в следующий раз я хочу себе взять увлажняющий. Посмотреть, какой будет от него эффект. Если этот у нас питательный, то как же будет увлажнять увлажняющий кремушек. Классное средство. Я бы за вот этот кремушек отдала бы и даже 100 рублей, скажу вам честно. Так, наборчик у меня большой из нашумевшей Хималайя Хёрбалс. Как он правильно, никогда не могла правильно прочитать. Так, это бальзам для губ. Написано, что питает и защищает губы от высушивания и растрескивания. 10 грамм. Производитель, насколько я знаю и понимаю, у нас Индия. Да, производитель Индия. Ну, такой вот носик, все его уже видели. Ну, не знаю даже, есть какой-то смысл его наносить, на руку показывать. Ну, в общем, глицерин здесь очень ощущается. Прям первое, что я ощутила, когда нанесла на губы, это присутствие глицерина. В общем-то, я не очень люблю глицерин, особенно на губах. Ну, в общем, он увлажняет, он убирает сухость губ. Да, с этим я не спорю. Но то, что он защищает губы от растрескивания, к примеру, трещинки какие-то, ничего подобного он не делает. Он просто увлажняет подсушенную кожу губ. Все, никакого эффекта я больше от него не увидела. Но, может быть, кому-то достаточно этого. Я вот лично, скорее всего, больше его брать не буду. Так, наборчик вот такой вот шел, все вы помните. Так, это у нас зубная паста. К сожалению, я, девочки, ее не протестировала. Ничего вам сказать про нее не могу. Ни хорошего, ни плохого. Она мне, знаете, даже чем-то тональный крем напомнила. У него такая плотная консистенция и цвет. Серый, коричневый. Ну, аромат приятный. Все, как я люблю. Ментол или что здесь, не знаю. В общем, зубную вот эту вот пасту я пока не пробовала. Так, дальше в наборе шел у нас очищающий гель для лица с нимом. Ну, я, правда, совсем немножко попробовала. Ну, нормально очищает. В общем-то, кожу он не сушит. Нормально очистил. Ничего с лицом не случилось плохого. В общем, нормальная такая очищалка. Ну, в принципе, купить можно. Я думаю, полную версию я, скорее всего, себе куплю. Так, дальше. И последнее, что было в этом наборчике, это вот такой вот питательный крем алоэ. Увлажнение в течение всего дня. Вы знаете, отвратительный вообще крем. Мало, что я видела хуже для себя лично. Во-первых, он для меня, опять же, повторюсь, для вас как угодно может быть. Но для меня он жирный. Он на лице совершенно не впитывается. Вы знаете, я совсем немного наносила на лицо фон. Он даже неприятный, совершенно неприятно ложится. И излишки я хотела с лица убрать. Просто рукой немножко провести. Посмотреть, сколько крема не впиталось. Он у меня не впитался вообще. Просто абсолютно никак. И более того, когда я стала пальцем проводить, он стал скатываться. То есть он у меня слез именно катышками с лица. Ну, я не знаю, для меня это большой показатель кремов. Потому что если крем скатывается, то его можно сразу выкидывать на свалку. Вот и все. Опять же, у вас может быть другое мнение. Так, брала себе еще спа-гель для умывания. Вы знаете, неплохой гель абсолютно. Но я им сейчас не пользуюсь. Если вот вы видите, у меня почти целый тюбик. Потому что я еще свои старые должна умывалки доиспользовать. У меня там надо срочно кое-какие. А потом я приступлю к нему. Я пробовала его несколько раз. У вас абсолютно все нормально. Очищает кожу. Ну, матирующего эффекта я здесь, конечно, не заметила. Но жирный блеск он действительно убирает. Как здесь и заявлено. Так, 250 мл. Потом, конечно, я вам в пустых баночках все подробнее расскажу. Но если он мне понравится, я буду брать, конечно же, с удовольствием еще. Из этой же вот серии СПА я видела шампуни привезли. Вот, кого это интересует, посмотрите. Так что вполне неплохой продукт. Ничего плохого пока не заметила. Так, маска гелевая антиугревая, салициловая кислота, цинк и экстракт алоэ вера. Три в одном. Очищает, ухаживает и сужает поры. В общем, у меня на подбородке как-то было воспаление. И я попробовала вот этот вот, как его, кремушек назвать. Не кремушек, маску. Так, вот у него такой болотного, светло-болотного он цвета. Не знаю, аромат мне не особо нравится. И вот это вот воспаление у меня просто конкретно подсушилось. То есть ничего он хорошего не сделал. Поэтому эту маску я бы вам не стала, конечно, советовать. И использовать я ее тоже не буду. Мне, вы знаете, я такой человек, мне жалко всегда выкидывать косметические средства. Или даже, вы знаете, как старая одежда. Мне вот жалко, потому что думаешь, а вдруг кому-то пригодится. Ну, все-таки это продукты, на них потрачены деньги. Ну, вот жалко и все. Я не знаю, что мне вот делать с этим средством вообще, на что мне его наносить, куда наносить. Конечно же, на лицо я его не стану больше. В общем, я не знаю. Если придумаю, то, конечно, как-нибудь буду пользоваться. А так ничего хорошего для себя я в этой масочке не увидела. Так, дальше. Вот такой вот скраб шоколадно-питательный от ЕС. Так, с тростниковым сахаром. Так, неплохой. Это вот цена стоит из магазинов, в котором я покупала. А такие вот, такой я еще брала в фикс-прайсе. 250 миллилитров. Аромат нормальный. Мне вот пахнет шоколадом с каким-то цитрусом. Не знаю, почему. Скрабиночки здесь очень-очень меленькие. Они практически как песочек. И данный скраб я использую как гель для душа. Ну, в общем-то, неплохой. Скраб иногда попользоваться можно. Конечно, вот этот запах шоколадный иногда угнетает, когда часто пользуешься. Ну, я его редко использую. Поэтому, думаю, мне надолго их хватит. У меня еще целый такой стоит. И вот, сколько я использовала с этого. Ну, в общем-то, нормальное средство. Неплохое. Так, очень мне понравился вот этот бальзам. Натуральный растительный против ломкостей и секущихся кончиков. Экстракт ржи и натуральный шелк. В общем, классно вообще распределяется. Наносится на волосы. Волосы потом мягкие. До такой степени, вы знаете, рассыпчатые. Кто вот любит, когда волосы такие. Прям вообще замечательный. Идеальный вариант. И вот это средство я бы купила даже за 100 рублей вполне. Я считаю, что это очень достойный продукт. Вот он у нас написан. Состав, кому интересно. Без ГМО, без красителей. Он белого цвета. Поэтому красителей здесь нет. Без минеральных масел. Без нефтепродуктов. Не тестировано на животных. И без загрязнения окружающей среды. В общем, классный бальзамчик. Обязательно прикуплю себе еще. Органик Натура. Хорошая вещь. Так, я не знаю, зачем я взяла оттеночный шампунь. А потом я прочитала, что это для светлых и осветленных волос. Молочный шоколад. У меня я брюнетка. У меня волос русый. Поэтому, в общем, не знаю. Пускай он стоит. Может быть, кому-нибудь отдам. У кого светлый цвет. Но он мне не пригодится. Что-то я не взглянула в магазине. Поэтому ничего вам сказать не могу. Хороший он или плохой. Потому что я им не пользовалась. Итак, вот такая вот у меня только одна масочка. Секреты сибирской травницы. Можевеловая против выпадения волос. Для редких и ослабленных волос. Итак, здесь у нас такая заглушечка стоит. Вы уже все видели. Ну, в общем, тоже хороший бальзамчик. Вполне маска, точнее, пахнет. Действительно, крапивой. Нормальная, неплохая масочка, в общем-то. Но вот та вот, которую я вам показывала до этого, бальзам, он мне понравился куда больше, чем вот эта вот. Поэтому, ну, не знаю. Конечно, это нашумевшая на ютубе вот эта вот серия. Но пока по этой маске я не могу понять, стоит она того или нет. В общем-то, я, конечно, попробую еще что-нибудь купить из этой же серии. Ну, маска как маска. Ничего особенного, в общем-то, я не заметила. Так, дальше. Не куплю больше никогда вот это вот средство. Это бальзам-кондиционер профессиональный. Я не знаю, как шампунь. Густые, роскошные волосы. Я не знаю, как шампунь себя ведет. Но для меня это совершенно бесполезный бальзам-кондиционер. Он, во-первых, сейчас вам покажу. Он, на волосах он распределяется ужасно. Выдавливается из тюбика, он ужасно. И более того, он, знаете, как тяжело размазывается, так сказать, по волосам. То есть, мне приходилось по чуть-чуть, несколько раз выдавливать на отдельные участки волос. В общем, и волосы, что с ним, что без него. То есть, он никакого легкого расчесывания, он не давал. Никакой гладкости. В общем, абсолютно ничего. И вот я говорю, самое главное, мне понравилось, что он ужасно распределяется на волосах. Поэтому вот такую вот я брать больше не буду. Так, стоит у меня уже, скажу вам сразу, года полтора. Я не знаю, даже есть сейчас эта серия. Greenline Bio. Соль природная морская, таежный сбор. Почему стоит? Потому что пользуюсь я редко. И по одной простой причине. Гранулы здесь крупицы крупные. И она, конечно, растворяется, эти крупицы, но они все-таки не полностью, не до конца. И поэтому меленькие, когда они становятся, очень неприятно в ванной находиться, сидеть. Вот это вот все, все везде колется. Ну, конечно, плюс то, что она действительно натуральная морская соль. Это, конечно, расслабляет. Но я уже не знаю, когда я ее доиспользую. Вот такая огромная, огромная такой бутыль пластиковая. 800 грамм здесь. Я хочу себе купить соль, но мелкую. Крупную соль в фикс-прайсе я больше брать не буду. Так, сейчас покажу вам, девочки, два продукта, которые я никому не советую. И у меня эти два продукта пойдут на свалку. Я бы даже задаром, девочки, их бы не взяла. Это вот такие вот два шампуня. Один шампунь био для окрашенных и поврежденных волос. Восстановление и защита. 400 грамм масла вишневой косточки, протеины шелка, коллаген, витамин А, В3, В5 и так далее. Вот, состав можете почитать. Здесь действительно присутствуют эти витамины и коллаген здесь тоже есть. В общем, мне этот шампунь вообще не промывал волосы. И два раза, и три раза он вообще не хотел промывать. И все, только за счет этого я никакого смысла применять этот шампунь просто не вижу. Вот и все. Так, дальше. Вот этот шампунь вообще, конечно, про него отдельная история. Натуральный увлажнитель для ослабленных волос, с коллагеном и все такое. Вот он, состав. Сейчас понюхаю, я уже забыла. Ну вот он мне пахнет мужским ароматом. Может быть, даже это мужской шампунь, я не знаю. Ну, в общем, волосы. Вот я помыла волосы этим шампунем. И я чувствую, что у меня на голове просто мочалка. Просто сухая мочалка. Он очень сильно подсушил мне волосы. И до такой степени это был просто ужас. Я вот два раза попробовала, я больше не буду экспериментировать. И с бальзамами, и без бальзамов. Неприятные ощущения на голове, они не расчесываются даже, если потом бальзам, кондиционер, там маски какие-то использовать. В общем, я не знаю вообще, для чего этот шампунь продают. Совершенно бесполезная вещь. И никогда-никогда больше брать не буду. И, девочки, вам никому не советую. Итак, средство, за которое я готова заплатить большую сумму. У меня сегодня видео такого плана, как вы заметили. Мне очень понравился гель-тоник для век. Аквабио. Лифтинг. Написано, что замедляет процессы увядания кожи век. Стимулирует выработку коллагена и не требует смывания. Способы применения. Нанести массирующими движениями на область вокруг глаз. А также можно использовать как маску. Вы знаете, наносить на область вокруг глаз, это очень неудобно. Потому что, сейчас я вам покажу, вот такой вот носик открывается. Потому что он гелеобразной консистенции. И он, в общем-то, не лежит нормально. И я делаю как? Я наношу это средство на ватный диск. Потом его так немножечко растираю по всему ватному диску. Закрываю глаз и накладываю на глаза примерно минут на 10-15. Сначала, пока он полностью не впитается, ощущение липкости на глазах. И какая-то есть тяжесть от этого геля. Но потом, когда все впитается, вообще прекрасное ощущение, во-первых, свежести. Как будто вы с себя все, абсолютно все смыли. И глаза начинают, вы знаете, даже по-другому дышать. Я не знаю, можно такое определение применить глазам или нет. Но вот у меня именно такое сложилось впечатление, что глаза начинают дышать. И он подтягивает немножко кожу. Я это заметила. Совсем другие ощущения и внешний вид. Ну, конечно, это не сразу, не с первого применения. Наверное, с применения только пятого я заметила, что он действительно подтягивает кожу. В общем, классное средство. Расслабление такое своеобразное. Мне оно вообще просто подошло. Единственное, что, конечно, не надо, чтобы в глаза попадало, потому что глазки будут щипать. Так, вот он состав. Кстати, здесь, да, на втором месте глицерин, который я так не люблю. Но все-таки потрясающий гель-тоник. Потрясающий лифтинг. За такую цену он делает свое дело, может быть, даже больше. Поэтому я, в общем-то, я хочу себе его еще прикупить. Поэтому попробуйте. Может быть, кому-нибудь тоже понравится. Так, ну вот и вся моя коллекция косметических средств из фикс-прайса. Хочу сказать, не бойтесь, покупайте, экспериментируйте. Потому что ничего зазорного и страшного в этом абсолютно нет. Вот и все. Все, что собрала, я вам показала. Так, спасибо за внимание. Всем надеюсь, что было вам интересно смотреть меня, слушать. Точнее, не смотреть, а слушать. И до новых встреч. Спасибо.